Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Ремонт дорог и новое освещение. Жители поселка Аэропорт-2 пришли на прием главе города. Когда крыша течет, а управляющая компания бездействует, жители дома по адресу Свободы-16 обратились с жалобой главе города. Кто виноват, что пешеходный тоннель возле Самара-арены заливает? Народный фронт отправился на стадион, чтобы разобраться в проблеме. Собаки опасных пород не только удовольствие, но и ответственность. Как их содержать, чтобы соседи были не в претензии? Отремонтировать дороги, убрать сорняки и сделать освещение. С такими просьбами на прием главе города Елене Лапушкиной обратились жители поселка Аэропорт-2. Какие варианты решения проблем предложили городские власти, расскажет Лариса Шалафаст. Главе города жители поселка Аэропорт-2 обращаются не впервые. Одно пожелание – перенести остановку общественного транспорта в место, более удобное людям, уже выполнили. Теперь жители просят Елену Лапушкину помочь в вопросах благоустройства. Хотели начать с небольшой благодарности. Долго жители нашими краями просили перенести остановку общественного транспорта поближе к жилым домам. Нам ее перенесли. Но остались, конечно, вопросы по содержанию дорожного покрытия. То есть само дорожное покрытие требует ремонта. По информации Департамента градостроительства, сейчас эта территория находится в федеральной собственности. До конца этого года пройдет процедура межевания земельного участка. И его оформят в собственность муниципалитета. Мы проводим работу, подготовку к проекту межевания. После его утверждения, мы будем делать межевый план и обратиться в Росимущество, передача части от большого земельного участка в муниципальную службу. Когда земля станет муниципальной, городские власти смогут провести благоустройство этой территории, а также поставить дорогу на учет, что позволит ее отремонтировать. Жители также просят установить еще один остановочный павильон и снести заброшенные постройки, чтобы сделать спортивную площадку для подростков и обустроить сквер, там где когда-то был яблоневый сад. Глава города напомнила, что общественные территории для участия в программе формирования комфортной городской среды теперь выбирают с помощью рейтингового голосования. Поэтому сейчас жителям нужно составить проект, заявить его на следующее голосование и проявить активность во время самого голосования. Мы ожидаем прирост людей. Каждый год показывает, что людям это больше интересно, узнают больше пару программ, поэтому мы должны перебить территорию. У нас, как правило, 3-4 территории попадают на благоустройство, поэтому каждый человек должен проголосовать. Причем за ту или иную территорию может проголосовать не только житель вашего поселка, могут быть ваши друзья из города, ваши друзья из других районов. На прием главе города обратилась и житель 349-го дома по проспекту Кирова Лариса Алексеева. Ее беспокоит стоянка на газоне под окнами квартиры. Она просит оградить территорию. Вот эти ближайшие машины не наши машины, не нашего подъезда, не нашего дома. Ну вы же сами прекрасно понимаете, едет машина, ее в карман на кухню не поставишь. Вот они заезжают, они, я сейчас вам по телефону тоже как раздолбили этот весь бордюр. Глава города Елена Лапушкина поручила сотрудникам районной администрации выехать на место и обсудить вместе с жителями альтернативные варианты для парковки автомобилей. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Вмешательство главы города потребовалось и в проблемный вопрос жителей 16-го дома по улице Свободы. После зимы крыша начала протекать. Люди добиваются ремонта полгода. Управляющая компания на просьбы не реагирует. Как планирует решать вопрос, выяснила Лариса Шлафаст. Ну здесь течет постоянно, а у соседей течет постельная на кухне. Дождь с потолка в квартире идет регулярно, рассказывает главе города Татьяна Чех. Ее квартиру на пятом этаже регулярно проливает после того, как зимой почистили крышу. За весь сезон коммунальщики сделали это всего один раз. Но настолько неудачно, что кровля теперь напоминает решето. Теперь дождливое лето каждую неделю подбрасывает людям новые неприятности. Четвертый подъезд. Жалобы были, мы писали везде, звонили. Дожди были очень сильные и протекает именно пятый этаж. Проблема в доме 60-х годов постройки с подвалом. Система канализации давно требует ремонта. Неоднократно жильцы обращались с жалобами в управляющую компанию. Но реакции не последовало. Тогда написали заявление в прокуратуру и в районную администрацию. Жильцы рассказали о происходящем и главе города в Твиттере. После чего дело сдвинулось с мертвой точки. К ремонту подвала уже приступили. Сроки, когда закончить эту работу? Седьмой, восьмой подъезд будут закончены на этой неделе. На этой неделе заканчивается. Вот как оттуда мы идем, это можно увидеть. Ремонтом кровли должен заняться фонд капитального ремонта. Но не все жильцы исправно платили взносы. Среди них есть нуждающиеся семьи. Глава города поручила районной администрации составить список должников и по возможности оказать помощь. Своей стороны, я же понимаю, что эти люди, если у них нет куда заплатить, они не заплатят. И чем мы можем помочь, мы этим людям поможем. Но тем, кто действительно может рассчитывать на нашу помощь. Это многодетные, это пенсионеры. Завершат ли к концу недели ремонт в подвале дома, проверит районная администрация вместе с жителями. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. На мокрое дело пошли активисты Общероссийского народного фронта. Сегодня они выясняли, почему подземный переход возле Самар-арена снова затопило. Оказалось, дожди тут ни при чем. Когда отремонтируют тоннель и кто будет устранять его недостатки, узнал наш корреспондент Валерия Куценко. Идем выгонять крокодила. Такой ироничный пост опубликовал активист народного фронта Вадим Нуждин. Речь идет о шутках на тему затопленного тоннеля на улице Арена, 18. В социальных сетях пост общественника набрал большое количество просмотров и обсуждений. Мы находимся на месте затопа, вокруг неприятный запах и отколотые стены. По словам общественников, вода попадает в туннель даже в хорошую погоду. Активисты хотят разобраться в данной ситуации и понять, кто решит эту проблему. Чтобы выяснить, в чем причина такой ситуации, активисты УНФ приехали на место вместе с представителями Самарской прокуратуры. Ситуация с объектом в той или иной степени выплывала в публичную плоскость, начиная с апреля 2019 года. Мы поняли, что самостоятельно, как общественники, уже не разберемся и нам нужно пригласить сюда соответствующие органы. Что мы и сделали. Очень благодарен прокурору области Букрееву, Александр Николаевич, который позитивно всегда относится к нашей работе, потому что мы помогаем. Он поручил прокуратуре города Самары выйти и в сегодняшнем диалоге с представителями заказчика, подрядчика, обслуживающей организации разобраться, что происходит. Что необходимо сделать, чтобы мы, первое, получили здесь нормальный объект, целый, красивый, убранный. Сразу говорить о нарушениях нельзя, в связи с тем, что проверку мы только организовали. Все объекты чемпионата мира, они находятся на особом контроле у прокуратуры. Поступил сигнал от Народного фронта. Мы сразу организовали проверку, в том числе выезд сюда, чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находится подземный пешеходный переход, дорога. Вопросы, на самом деле, проверки широкие, потому что передача этого имущества осуществлялась, содержание осуществлялось и строительство. Соответственно, по каждому вопросу нужно будет проверить, найти виноватых. С 1 августа заключен новый контракт с подрядной организацией ООО «Кедр», и теперь она занимается содержанием данных дорог. С этим подземным переходом ситуация следующая. Наблюдается периодическое подтопление данного перехода водой. На данный момент пока сказать не могу, конкретно является ли это гарантийным случаем или нет. Я думаю, на этой неделе мы закончим проработку и информацию тогда дадим, в результате чего происходит подтопление. Кто будет отвечать за последствия, должна выяснить прокуратура. Проверку проведут в течение месяца. Наш телеканал будет следить за развитием событий. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов, События. В Самарской детской клинической больнице заработал уникальный рентгенологический аппарат. Он позволит в корне поменять подход ко многим операциям. Сделает процесс проще и безболезненнее. Как работает оборудование, сегодня показали главе областного Минздрава и журналистам. Мэри Елчан поделится впечатлениями. Получить снимок высокого качества и при этом не тревожить пациента. Это важно в первую очередь для тех больных, у которых многочисленные травмы, говорят врачи. С помощью нового оборудования, оно называется С-дуга, сократится и время операций. Теперь хирурги будут справляться в два раза быстрее. В основном это будет применяться для постановки венозных катетеров для лицей, которым необходима длительная инфузерная терапия, древерная терапия. Эти катетеры мы ставим уже давно, там очень сложная постановка. Эта установка нам поможет все делать довольно-таки быстро, потому что каждое действие наше будет визуализироваться на экране. С-дуга – это рентгенологическое оборудование. Оно предназначено для исследований во время хирургических вмешательств. С помощью нового аппарата врачи могут контролировать ход операции в режиме онлайн. Сегодня в областной детской клинической больнице прошла первая операция с новым оборудованием. Ознакомиться с работой С-дуги приехал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Сегодня мы продолжаем контролировать оборудование, которое поступает в рамках национального проекта здравоохранения в части развития детского здравоохранения детской больницы области. И по поручению губернатора мы контролируем, как это оборудование используется. Для снижения детской смертности и повышения качества медицинской помощи областное правительство ежегодно выделяет деньги на закупку современного медоборудования. С начала 2019 года в больнице Самарской области завезли 15 единиц оборудования на общую сумму почти 100 миллионов рублей. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. Почетный гражданин Самары, заместитель председателя правления Роснано Владимир Аветисян награжден Орденом Дружбы. Указ подписал президент России Владимир Путин. Как говорится в положении о награде, ее вручают в том числе за большой вклад в реализацию совместных с Российской Федерацией крупных экономических проектов и привлечение инвестиционных средств в экономику. За плодотворную деятельность по развитию науки, образования, здравоохранения и культуры. За широкую благотворительную деятельность. Владимир Аветисян хорошо известен и в Самарской области, и за ее пределами. Не только как бизнесмен, топ-менеджер крупных компаний, но и как меценат. Благотворительной деятельностью он занимался многие годы, а в минувшем году учредил фонд Евита. Вторая попытка оказалась тоже удачной. Областные инспекторы ГИБДД экспериментируют с дирижаблем, вооруженным видеокамерой. Его кругозора хватает почти на километр. Нарушители правил дорожного движения он фиксирует и днем, и ночью. Сложную работу полиции и Росгвардии увидела наша съемочная группа. Самарская обводная дорога под контролем из земли и с воздуха. Новинка этого сезона – аэросъемка с дирижабля. Такая тотальная охота на нарушителей дорожного движения радует дисциплинированных водителей. Будут все фиксировать, будет меньше нарушителей. Руслан Габдулин из Башкирии. За рулем уже 20 лет. По российским дорогам колесит круглый год, рассказывает дальнобойщик. Но только в Самарской области больше всего сталкивается с гонщиками. После встречи с ними боится выходить в рейс. Бывали такие случаи. Холодный ход. И ноги тряслись, потом ехать невозможно было. Камеры на дорогах нужны, потому что нарушений много сейчас. Особенно встречный выезд на встречку, потому что плачевно потом оно оказывается. Теперь на лихачей найдут управу. Видеокамера с дирижабля фиксирует любое движение вокруг себя в радиусе километра. Подает сигнал на компьютер спецотряда Росгвардии, который укрылся в засаде. По рации они сообщают инспекторам ГИБДД на трассе номер и марку машины нарушителя. Постовые тормозят гонщика. Расплата – лишение прав на полгода или штраф 5000 рублей. Рецидивист будет ездить на общественном транспорте 12 месяцев. Нарушитель, не в виде патрульного транспортного средства, совершает данные нарушения, а уже через 3-4 километра, уже подъезжая сюда, ну, скажем так, его документирует. И уже, я думаю, если такая работа профилактически проводится, у нас же быстро все разносится, уже, соответственно, даже не видя сотрудников ГИБДД, лишний раз нарушитель сможет задуматься о, соответственно, нарушать ему или нет. Запрещенные обгоны или превышение скорости, распространенные нарушению водителей иномарок с мощными двигателями. Зачастую такие ралли на дорогах Самарской области приводят к роковому исходу, лобовому столкновению. Пару недель назад на трассе М-5 в районе Красного Яра в подобном ДТП погибла семья из 4-х человек. Чтобы предотвращать такие трагедии, областной ГИБДД совместно с Росгвардией при технической поддержке аэросъемки продолжит патрулировать основные трассы губернии. Елена Малютина, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре выбрали главу промышленного района. Им стал руководитель управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Семенов. Это решение приняли на заседании Совета депутатов. В муниципальной сфере Семенов работает более 7 лет. Помимо него на победу претендовал генеральный директор ООО специализированное и строительно-монтажное управление Валерий Крутов. Напомним, 3 июля Совет депутатов промышленного района Самары принял сложение полномочий главы районной администрации Владимира Чернышкова. Чиновник оставил пост по собственному желанию. Шагают в ногу со временем. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования открываются новые технопарки. Например, в Самарском кванториуме сейчас инженерные каникулы. У участников есть возможность изучить основы программирования и проектирования роботов. Какие новинки в сфере высоких технологий нас ждут в ближайшем будущем, узнавал Никита Борисов. Еще два года назад Ксения Голицына ничего не знала о программировании, но очень хотела им заниматься. Уже сегодня она разрабатывает масштабный проект с использованием дополненной реальности. Девочка работает над программой, которая помогает в изучении истории. Уже готова Куликовская битва, в разработке Ледовое побоище и Бородинская битва. Сначала нужно пройти тест на знания исторических фактов, и только затем уже сама игра. Также можно запустить реконструкцию битвы и посмотреть на то, как менялась расстановка сил во время реального исторического сражения. Вот сейчас есть такая проблема, что история практически не интересна школьникам. Поэтому мы решили, что гораздо интереснее будет, если как-то совместить ее вместе с игрой на базе дополненной реальности в данном случае. В детском технопарке Кванториум есть несколько направлений. Кто-то создает и программирует роботов-футболистов, кто-то конструирует квадрокоптеры. Одно из самых популярных направлений — разработка программ в дополненной виртуальной реальности. С их помощью, например, можно почувствовать себя рыцарем и пострелять из лука, никого при этом не поранив. Как говорят преподаватели технопарка, самое главное в современных технологиях — очень просто разобраться. Порог входа очень низкий. В этом-то и преимущество современных технологий, что они интересны, и им можно увлечься в любом возрасте. Все же делается для упрощения жизни, для ее усложнения. До 2024 года в области будет сформирована сеть технопарков. В планах Министерства образования и науки Самарской области увлечь техническим творчеством как можно больше школьников. Порядка 100 тысяч. В 2019 году за счет областного бюджета мы создаем 19 мини-технопарков. Технопарки будут работать на базе школ, бывших дворцов пионеров, домов творчества и культуры. Ребята от 7 до 18 лет смогут заниматься в технопарках совершенно бесплатно. Никита Борисов, Константин Головин. События. В Самарской области от удара молнии погиб дорожный рабочий, и он регулировал движение, когда получил удар током в несколько тысяч вольт. Как сообщили Министерства труда и социального развития региона, рабочий скончался от рамп по пути в больницу. Минтруд напоминает работодателям, что они должны проводить любые работы в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. В деле о еще одном случае гибели на рабочем месте скоро будет поставлена точка. Завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является начальник цеха подразделения Винтай Пао Кузнецов. Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого погибли двое рабочих, сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. По версии следствия, в августе прошлого года начальник цеха на оперативном совещании устно поручил рабочим провести профилактические работы по очистке емкости для хранения жидкого кислорода и не проконтролировал безопасность проведения очистки, не обеспечил режим выполнения газоопасной работы, что привело к пожару и гибели двух рабочих. Уголовное дело рассмотрит суд Красноглинского района Самары. В Самарской области дорожные рабочие обнаружили тело женщины на станции Кенель в грузовом вагоне с углем. Вскоре нашлись и очевидцы, отец с сыном, которые стали свидетелями трагедии. Слава мужчины, женщина сама прыгнула в проезжающий вагон железнодорожного моста на станции Новоотрадный. Смотр тела показал, что при падении она получила смертельные травмы. В одной из версий женщина злоупотребляла спиртным и даже имела несколько судимостей. Более точную информацию сейчас выясняют следователи. Авария с участием двух больших грузов произошла на трассе в Самарской области на 982-м километре трассы М5. По предварительным данным, 27-летний водитель «Газели» ехал в сторону Тольятти из Самары. Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине пятитонник. На место аварии выехали спасатели. От удара шофер «Газели» оказался зажат в кабине автомобиля. Чтобы вытащить его, пришлось использовать гидравлический инструмент. После чего пострадавшего передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Сегодня в Самаре на пресечении Московского шоссе и улицы Ташкентской стартует работа по строительству трамвайной линии, ведущей к стадиону «Самара-Арена». Стоимость контракта больше 70 миллионов рублей. Начало рабочие начнут выборку грунта. Один из важнейших этапов пройдет осенью – установка автоматических стрелок, произведенных в Чехии. Они станут первыми в Самаре. Московское шоссе на время строительства прикрывать не будут. После завершения объекта появится поворот на территорию стадиона по двум путям. Трамваи смогут следовать со стороны 15 микрорайона и обратно. Завершить строительство объекта планируют до конца года. Амстафы, доберманы и питбули – с одной стороны опасные собаки, а с другой верные друзья. Как содержать такие серьезные породы, чтобы избежать конфликтов с соседями? И что делать, если вы случайно оказались такой собакой один на один? Узнал наш корреспондент. Активный, такой веселый, но достаточно серьезный парень. К людям он относится прекрасно, с удовольствием будет общаться, обниматься. Ну, если это, конечно, хозяин позволит. На вид Орион – грозный доберман весом килограмм под 50. На практике добрый и ласковый пес при правильном подходе. Даже к чужакам, если хозяин разрешит. Со своей хозяйкой Еленой Коробцовой он живет уже два года. Елена – учитель математики, а содержит собак еще с 90-х годов. Говорит, хотелось не декоративного пса, а серьезного компаньона. Но она понимала всю ответственность. Все два года Ориона еженедельно водит на тренировки. И каждый день, утром и вечером, обязательные долгие прогулки. Это такой хороший компаньон, с которым можно и дом на диване поваляться, и в поход куда-то сходить, пеший, скажем так, и по городу, и выплеск все-таки должен быть. Но мы ходим на занятия. Они здесь эмоционально разгружаются, работают и умственно, и физически. Амстав Тома для Елены Кожуховой стала первой собакой. Выбор был тщательным. Елена советовалась с кинологами, с хозяевами собак такой породы. И только потом приняла решение. В итоге Тома выросла верным и умным другом. Так опасны ли серьезные собаки? Многое зависит от человека. Кинологи говорят, хозяева таких собак должны постоянно их воспитывать, следить за ними. И не стоит пытаться общаться с любой собакой без разрешения ее хозяина. Если вдруг у вас случается какая-то ситуация, нужно вести себя максимально спокойно. Потому что собаки иногда хотят просто поиграть. Они не знают, что человек их боится. Самим в первую очередь не провоцировать животных на какое-либо действие. Все зависит от хозяина, как он воспитал собаку. А сама собака, она мне опасна. Девять месяцев я живу в Индии, собаки там не гавкают. Если мы будем не агрессивными, и собаки будут такими же. Собака не только радость, но и ответственность. Недавно российское правительство утвердило список потенциально опасных собак. Со следующего года их выгул без намордника и поводка будет запрещен. Анатолий Головко, Семен Безгинов, Константин Головин. События. В Самарском зоопарке новые жильцы. Впервые за 15 лет у пары темных тигровых питонов появилось потомство. Пара лучистых полозов не отстает. У них тоже родился малыш. С новыми обитателями зоопарка познакомился наш корреспондент. Самый крупный змей зоопарка питоника по кличке Анфиса стала счастливым родителем. Сейчас ее малышу только полтора месяца, и он совсем маленький. Но через пять лет он станет большим, как его мама. Алисе Денисовой только четыре года. Но змей она видит не в первый раз. И они ее совсем не пугают. По словам девочки, хвост у змеи прямо как у лошади. А кожа совсем не как у людей. Очень пушистая и красивая. Очень красивая и пушистая. Самые крупные змеи самарского зоопарка, питон Мурзик и его подружка Анфиса, стали родителями. На свет появился один питончик. Сейчас ему полтора месяца, и он уже питается грузунами. Также малыш родился у пары лучистых полозов. Работники зоопарка рассказывают, что самый важный момент именно в вылуплении. Бывает, что детеныши слабые, и им требуется поддержка со стороны. Но главное создать в террариуме определенную температуру и влажность. Инкубация у всех рептилий производится в специализированных инкубаторах. Для того, чтобы была большая вероятность того, что потом выход потолстый. Я даже не знала, что они по 17 яйца откладывают. Я думала, там, ну, поменьше, либо одно, либо два. Но то, что вот они, оказывается, откладывают яйца, а потом их оплодотворяют, и потом вылупляется 17 и одно. Самарцы могут сами придумать имена питончику и малышу лучистого полоза. Сделать это можно в группе в соцсети Самарского зоопарка. Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов, События. Сегодня православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников – Медовый Спас. В прошлом он носил и другие названия. Первый Спас, Маковый Спас, Спас на воде. У Медового Спаса есть свои традиции и приметы. Считалось, что если в этот день будет идти дождь, то на протяжении года будет меньше пожаров. В этот день у православных христиан также начинается Успенский пост. Он длится две недели. В этот период верующим нельзя употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца. Рыба в Успенский пост разрешается один раз – в праздник преображения. Убираться и в целом работать по дому тоже не рекомендуется. Считается, что это время лучше посвятить не домашним заботам, а молитвам. В Медовый Спас принято освещать воду и мед нового сбора и даже купаться в освященной воде. В этот праздник издавна принято угощать всех медом, особенно бедных и нуждающихся. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самары Гис на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok